Что вы можете посоветовать тем, у кого есть дети? Что мы можем сделать, чтобы следовать хотя бы некоторым из тех идей, которыми вы поделились с нами? Не заражайте их. Видите ли, когда на свет появляется ребёнок, большинство людей думают, что пришло время учить. Нет, когда в вашей жизни появляется ребёнок, приходит время учиться. Потому что, если взять вас и вашего ребёнка, кто из вас более радостный? Ребёнок. В таком случае, кто из вас лучше разбирается в жизни? Определённо, ребёнок разбирается в жизни больше, чем вы, не так ли? Вы знаете кое-что о том, как выжить в мире. Может, вы знаете, как зарабатывать деньги. У вас есть свои способы выживания в мире. Но когда дело касается жизни, ребёнок может сделать любую ситуацию радостной. Так что определённо он лучше разбирается в жизни, не так ли? Если у вас появился ребёнок, значит, пришло время учиться. Не имеет значения, насколько вы серьёзны. Если у вас в доме ребёнок, то сами того не замечая, вы начинаете смеяться, играть, танцевать, залезаете под диван. Вы не делали всего этого уже долгое время, не так ли? Ребёнок — это как комок радости, прыгающий повсюду. И сами того не осознавая, вы начинаете делать многое из того, что делает ребёнок. Так что самое важное — не заражать ребёнка тем, что вы называете взрослостью. Это не взрослость. Это самоубийство, совершаемое шаг за шагом. Не заражайте ребёнка этим. Вы должны научиться жить, как он, превращая любую ситуацию в радостную ситуацию. Вы можете дать ему обычную деревяшку, и он будет играть с ней целый вечер, не так ли? Он может превратить любую ситуацию в прекрасную, используя буквально что угодно. Вам просто нужно научиться тому же. Вам нужно научить его определённым навыкам, необходимым для выживания, которым он и так обучится. Вы можете его немного направлять, но всему этому он научится в любом случае. Так что самое главное, что вам нужно сделать, особенно в таком обществе, как это, где как только ребёнок выходит в мир, он может попасть под самые разные влияния. Вы не знаете, что может его поглотить, когда вы живёте в такой ситуации. Самое главное — прекратить вести себя как начальник. Вспомните, когда вы росли, если у вас были какие-то проблемы, вы шли к своим родителям или к своим друзьям. С кем вы делились этим? С друзьями? И ваши друзья, хоть они ничего не понимали в жизни, с твёрдой уверенностью вам что-то советовали. Не так ли? Почему так происходит? Почему родители, которые были с ребёнком с самого первого дня его жизни, не могут быть с ним хорошими друзьями? Вам просто нужно спуститься со своего пьедестала. Вот что самое главное. Перестаньте быть начальником, спуститесь к нему и будьте его другом. Если у него что-то произойдёт, то вы должны быть первым, с кем он поделится. Не так ли? Да. Это очень важная подстраховка для ребёнка. Вы должны быть первым человеком, с кем он захочет поговорить, что бы это ни было. Не имеет значения, какие бы проблемы у него ни возникли. Если вы будете поддерживать такой уровень открытости и дружбы с ним, если он сперва придёт к вам, вероятность того, что он запутается где-то, очень мала. Не так ли? Это самое простое, что вы можете сделать. У каждого человека есть свои ограничения и возможности. Главное — создать такую ситуацию и атмосферу, чтобы возможности и способности ребёнка не затерялись. Не так ли? Это всё, что вы можете сделать. Вы не можете создать человека заново. Но вы можете способствовать раскрытию его наивысшего потенциала. Весь смысл в этом. Так что главное, чтобы родители сошли со своего пьедестала и начали общаться с детьми на равных. Как с друзьями? Это не произойдёт внезапно. Скажем, вы думаете, что он курит и пытаетесь стать его другом. Скажи мне, ты куришь? Обычные сигареты или что-то ещё? На это он не откликнется. Так он не пойдёт на контакт. К этому времени у него уже выстроена защита от вас. Это должно начинаться с самого детства. Чтобы он не видел в вас того, кто указывает ему, что делать, включает начальника или постоянно читает мораль. Вы должны стать его другом, чтобы он мог поговорить с вами, и вы могли поговорить с ним на равных. Если это соблюдается с самого начала, пока он ещё только развивается, и пока он может шагнуть не туда и так далее, вы должны стать первыми, к кому он обратится. Вот какие отношения нужно стремиться выстраивать. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok